рапст меня руслан зовут из уральских гор прямо из гор горный народ горный знаю только пельмени пельмени практически оттуда прямо из гор прямо из гор спустился какая самая большая вершина в уральских горах на территории федерации я про уральские горы о чем поговорим политика история в этом об отношениях я не обсуждаю свои личные дела нет я не говорю что личные дела давайте в плане государственности российское фашистское государство развязала войну в украине какие могут быть отношения чего с отношений огурчик и помидорчик предпочитают подводка есть страна российской федерации есть страна государство знаю такое да россия ну зачем совет европы постановление режим диктатарский паралиск ассамблея лбс е постановление режим идеологии нет 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 я только по документам если будет на самом деле диалог то я буду проводить примеры того или иного не нравится кнопочка далее есть прекрасно все продали естественно сону чеками ты же другая не 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 давай без документа давай без приклада доброго ранку мужик сейчас настроение все в порядке да я пытаюсь понять из какого-то региона если у тебя утра не утром я просто свет горит мне тоже свет горит это у тебя позади газовая труба не это обычная труба просто она не работает если шо отраба отруба чем связано было для воды было не рабочие медная труба или чугутная рабочая то есть то есть то есть то есть когда пускают воду ты слышишь позади себя как вода течет не я не слышу кстати они очень такие знаю то есть она не рабочая я на рабочие про сейчас не воды нет но сейчас лето зимой она теплой водой сразу видно современная пластиковая труба не она металлическая я же об этом говорю в пластик от горячей воды тогда каким образом у меня пластиковые трубы на горячую уже 15 лет как потому что старые чугунные проживели счетом того что дому около 40 лет то же самое срок существует пластики у него хоть бы хны что-то когда нелогичный моя куртка который я одеваю когда холодно о чем поговорим общая статья политики истории и войны украина будешь какая жалость скажи спасибо что хоть не наш выражение такое когда за ты говори спасибо что не знаю такое выражение слышал спасибо что не заставляешь разговаривать на украинском так нет украинской если только украинская я знаю так я не украинец так все равно правила русского языка украинский язык правильно говорит я знаю украинский просмотрит и более-менее адекватно ты сейчас всех остальных политика история война хочешь о политике поговорить либо об истории я бы сама по образованию педагог гуманитарий по истории как раз педагог педагогическое историческое оканчивается честно скажу тебе начнется опять подделима всяко когда день россии и почему 12 июня и почему потому что день значит такое самое как его там смутное время я до сих пор не услышал ответ на свой вопрос я до сих пор не услышал ответ на свой вопрос не я к тебе к сути подвожу мужик не надо к сути просто ответь почему 12 июня потому что россию спасли от поляков 12 июня день народный виденского года 12 июня после поляков хорошо в каком году основали москву 1270 году вот видишь и 1147 до 100 июня 1147 послед поляков 1147 мне основали москву первое документальное подтверждение такого поселения как москва вторая перепись золотой орды 1270 года плюс церковные записи с церковь спас обреображение набору повести временных лет указывается что приди ко мне брат на москву москва обозначалась туда река либо как переводе с финно-угорского грязная вода это не дата основания москвы как первое упоминание вообще такого названия как москва а самая папа документом это 1270 то же самое как харьков возникновение такого поселения как возникает в пятом веке отчисляется отличаться к четвертым прост политики истории в этом а войне между россией и украина естественно исход чего результат какой как вы думаете какой будет победа украины что или ты на публику играешь что ты веришь о чем ты говоришь или ты напомнила играешь я знаю знаешь что знаешь то что украина победит а конч значит на публику а как а как а как ты не знаешь как происходит победа в разные бывало победы а вот как как по-своему будет это победа есть основа военных действий то есть войны нападающая сторона ставят все какие-то конкретные цель к примеру цели российской федерации если брать официально озвучено это какая-то непонятная динацификация и демилитаризация если отталкиваться если отталкиваться от официальных целей то победа это не дать у россии провести какую-то непонятную динацификацию и не дать россии разоружить украину это из официальных есть которые фактически цели это уничтожить примеру государственность украины здесь победа уже произошла государственность украина в россии не получил очень-то жить фактически война сейчас идет за суверенитет то есть победы украины сохранение своего суверенитета ну какой вопрос такой ответ подписываешь там что-то будешь вырезать ядерную державу кому как можно победить обе ничего обиделся я обиделся я в шоке тебя вот ты вот играет на публику вопрос у меня соединенные штаты это ядерное государство кто соединенные штаты ядерное государство конечно почему они проиграли в афганистане потому что не хватало ядерная держава как можно победить ядерная держава потому что они не туда где надо спасибо за ответ заходит до свой и ответ сейчас на свой же вопрос это думаешь так и будет о чем разница сша гораздо сильнее чем россия украина гораздо сильнее чем афганистан пример тату сам подожди украина украина сильнее чем украина сильнее афганистан не путай украину так ты не путай украину с нато а почему с нато а кто у вас воюет украина с россии которая которая напала тем 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 украина тем украина воюет что значит чем вооружением чем каким часть своя часть российская которая захвачена часть переданная от партнеров у вас партнеры туда а кто потом нам передает вооружение чтобы ваших оккупантов оккупантов братьев братья это не оккупанты знаешь помнишь легенду библейскую про каина и авеля тоже братья были а ты где а ты где в рязани это россия великая украина а чем россия велика банкротом банкротом у нас нету дефолта украины нету высадить дефолту ближе а вы мы вот ты кому-то расскажешь публике или не рассказать тебе мы с тобой общаемся и больше никому не рассказывать ну да на ключе мы с тобой общаемся а тебе что пишут кто последнее сообщение в рязани грипп с глазами наверное это про тебя куда имеешь что-то против попуасов новой гвинеи это какой-то этноцентризм уже а ты знаком попуасами где живут попуасы можешь сказать только если нормально у него в африке попуасы вопрос нет если что попуасы это население новой гвинеи и считаешь так название попуа нова гвинея открытая миклуха маклая он был первопроходец там проводилось следование так вот попуасы это коренное население гвинеи ну ты понял о коме говорит новой гвинеи а папуасы но новые гвинеи но они не в африке живут в африке их нету ну хорошо я ошибся и я ошибся какие-то как и принципе со своей ошибся да да мужчина что хочу еще хотите сказать слабачок а ты доктор что поломался я не знаю докторская поможет понимаешь у тебя понятие фантазии это когда что-то отрицается от твоего мировоззрения которые тебе вбили в голову на протяжении многих десятилетий россии пропитывали информации что у них якобы армия непобедима но как показала практика вторая армия мира не состоянии не захватить настояние не за да не перебивай не состоянии захватить тихо 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 успокойся состоянии захватить по какому рейтингу рейтинг армии мира википедия вот смотри википедии возьмем страна 1 китай 2 индия 3 сша 4 кндр 5 россия извини не 2 5 уже не 2 уже 5 китай и не сша кндр а потом россия вот так вот тебе верить википедии у них интернета нету википедия вот эти показывают вот эти показывают интернета нету я понял аудитории интернета нету есть они смотрят я тебя открыл статью я просто чувств википедии что не так а кто писал там эту статью тебе юзера назвать ру м википедия . лорк опять орки писали орг орг ру м википедия . лорд название сайта кто его писал и не знаю про герри какие-то наверное верстальщики фронтенды с бакендами описали сломался о чем то еще поговорим все понял о чем общаетесь победил политика история война политика история война россия украина советский союз вторая мировая давайте вторая мировая давайте я слушаю что интересует что обсудим какие спорные вопросы у меня спорных вопросов нет вот я слушаю вас может вы предложите что-то интересное на эту тему кто виноват в нападении на польшу польша или германия польша польша в чем она отказалась согласно международному договору предоставить данцевский коридор для прохода спокойно общения германииожно свободным городом данцы какой международный договор пол а я не помню нету договора никакого в речи case у mechanergных на вопросе в простом в вопрос так как угодно вопрос какой между народный договор как JEFF я знал поройтесь в интернете я прошлый раз он сказал покажите покажите этого пока Его до сих пор не существует, просто проблема в том, что... А, не существует? Да, его до сих пор не придумали. Из-за чего Германия напала на путь? Захватить мир. Как и били цели. Вы не знаете, не знали цели на путь к Германии? Их задача была расширение территории. Изначально они отталкивались от своих этнических бывших земель, которых они считали, что проживают этнические немцы. А уже после этого взяли акцент на свою стратегию по захвату Европы. И, собственно говоря, с этим... Почему они это делали? Не надо перебивать меня. Не надо перебивать меня. Не надо тарахтеть. Не надо меня перебивать. Я все равно договорю. Я все равно договорю. Все равно договорю. Я думал, ты уже сбежал из Миппетра. У немцев была одна цель. Розширить свою территорию для того, що буарийская раса, как они вот так на себя называли, было больше площади для размножения. Чем больше территория, тем больше можно неслідковать за свою популяцию. А інші населення, які були на території інших держав, вони, якщо не вважалися рейцем, повинні бути затир... Рабочим классом. С, чё ж так складного? Здравствуйте. Здравствуйте. Будемо синий секрет. Прекрасный украинский город-герой Харьков. Слышали о таком? Это прекрасный русский город. Какой? Харьков. Вы слышали, что я сказал? Я сказал, что прекрасный русский город Харьков. Нет. Это вы так... Это ваших важных мечтах. Это факт. Это факт. Такой факт. Кто создал город-герой Харьков? Кто его основал? Люди. А? Люди. Серьезно ли? Сами люди? Украинцы? Да. Или притворяюсь? Ну, видимо, ты. Понял. То есть, Екатерина там не туловисть, не зимела, да? Екатерина какое отношение к Харькову имеет? Вообще никакого. Когда жила Екатерина? Когда Харькова вообще не было. У Харькова дата, от которой мы берем отсчет своего существования, для празднования 1654 год. Екатерина II родилась в 1729. Поэтому снова вопрос, какое отношение Екатерина имеет к Харькову, если она даже родилась через, по сути, 50 лет после того, как в документах появился такой город? Откуда вы взяли статус рождения Харькова, такую именно? В документы. Первый документ 1654 года датируется описанием на, подписанное как раз непосредственно царем, о том, что на этой территории, в том, в которой находится Харьковщина, присутствует город с названием Харьков, названный в честь реки, которая большому чертежу Российской империи потом писалась, название в честь реки, которая называется Харьков. Где можно найти в документы? Что? Где можно найти в документы? В интернете. А, в интернете. Да. То есть нигде в библиотеке не найти, да? Ну, он находится в московской библиотеке, архивной, к примеру. Ладно, разберемся. Поскольку это российский документ, то он хранится в Москве. То есть Харьков-то Украина? Да. Почему в российском музее находится? Ну, выдавал московский царь, да, этот документ подписывал. В соответствии с этим, поскольку это подписывал московский царь о существовании такого населения, как Харьков, в соответствии он находится в Москве. Вот это всё. То есть получается, Харьков-то Россия? Нет. А, ну если документы находятся в Москве? И что? Не в Харьков? Не в Харьков-то Россия. Нет. И я создал вот эту вот... Не... Создавал она. Нет. Да, кто? Украинцы, что ли? Да. Харьков строили местные жители. Харьков основан на базе поселения, которое там было. История его идёт ещё от начала, от середины ещё пятого века. Тогда был город Харьков, как известно из разных ранних писаний. Это ещё отталкивается от Атилы Кунского. Позже, согласно летописям, там, возможно, существовал какой-то русинский город Донец. Позже там был город Харукань, либо Шарукань, так как на эту территорию пришли половцы. Дальнейшая история, что происходило на этих землях малоизвестно. Известно только то, что Хмельницкий там вырабатывал селитру, из-за чего упоминания о каких-либо поселениях с момента между Шаруканью и нахождением Хмельницкого там иссякли. А после этого, после этого непосредственно, как раз уже стали указываться такое прекрасное население, как Харьков. Привет. Здравствуй. Мы увидимся, по-моему, да? Может быть. Я не помню. Я тоже. Политика, история войны? А, всё, всё, я понял. А вот история такая интересная тема, мне нравится эта история. Какой период? Хотите об истории побеседовать? Древнерусское государство. Это какое? Это которое в летписи написано «Русская земля». Там прям таки написано. Да, представляете. А вы об истории общаетесь и не читали ни разу ни один список? Там прям таки написано. Ни один летописный слов? Русская земля. А как вы можете об истории? Можно вопрос общаться, если вы ни один летописный слов? А где там написано прям таки «Русская земля»? Можно поинтересоваться? В шапочке, в шапочке. А, вот. Правильно так. Для тех, кто не интересуется историей, а вот пытается разговаривать. А какое отношение можно узнать у вас современная Россия имеет к «Руситой»? Абсолютно прямое. Это прослеживает династия. Каким образом она прослеживается? До Ивана Грозного династия «Рюриковича». Почему? А где написано, что они «Рюриковичи» были? Потому что можно по папе вычислить. По папе есть. У него был папа, дед, прадед, прапрадед. Я понял вас. Смотрите, у меня вопрос. Почему вы не отталкивались от того, что, к примеру, династия, те же самые, как мы говорим, «Рюрики», шли как в сторону московщины, так и в сторону Галичины. Галичина, к примеру, считалась Руссией? Конечно считалась. Данила Романович, почему это не считается Руссией у вас? Кто сказал, что это не считается? Ведь титул короля Руссии был и у Габсбургов, и у литовских князей, и у польских. Конечно, потому что Галичко-Волынская князь абсолютно верна, потому что Галичко-Волынская княжь... Королевство. Сначала... Княжество изначально... Королевство. Потом королевство. Нет, королевством оно стало, когда вошло в состав великого литовского русского жемантийского. Нет. А потом в составе... Оно королевством неправильно. Но королевство стало после того, как Папа Римский карнавал. А когда первая коронация произошла и кого? Так, а когда он короновал, тогда вопрос... Я вопрос сказал, когда первая коронация произошла и... А вы почему с темы убей? Подождите. Потому что я свой вопрос задал, вы сразу вклинулись своим потом не хотелось бы услышать от вас когда первая когда произошла первая самая коронация причем 1 еще раз вы еще мне какой вопрос задали когда произошла самая первая коронация причем здесь это я чё разве отрицаю что галецко-волынской руси не было руси что ли княжеством русским или что я чуть не пойму чем проблема когда произошла первая коронация 1 кронация примеру данилой романовича прошла 1200 53 а когда самая первая коронация произошла быть почему тема меняет я ответил вам на ваш вопрос и задал свой снова вы не мне вообще не ответили во-первых вы задали вопрос а нет я нет я ответил что коронации данил и вы не глядя начали еще раз вы сказали про русь смотрите еще раз повторяю вы спросили когда была коронации даниила романовича я вам ответил сейчас вы еще слезли с русской я русской земли которые в шапке уходишь я не у меня отношение имеет коронация еще раз коронат такой отношении походить время задал когда была коронация тебе ответил 1250 вопрос когда была самая первая коронация когда отвечай давай но я тебе вопрос задал что это даст нам что это нам проверяю знания истории какие знания ты даже ли ты даже шапку когда произошла самая первая когда первая колонизация русскими князьями куяло когда когда пилы когда прошла те первой колонизации киева полянки и еще раз мы с тобой обсуждаем сейчас вопрос ты мне задал вопрос когда была коронация данилы романовича я тебе назвал но у меня после этого был тоже вопрос который я значит задал тебе изначально с которого ты съехал потому что параллельно со мной задал свой вопрос я окей ты хотел услышать ответ на свой вопрос я пошел тебе на уступки и после этого я тебе задал свой вопрос когда когда вообще на территории руси произошла самая первая коронация коронация западной маленькой части всей руси произошла когда она самая первая колонад всех русских княжек тогда коронация само берем когда же чего мне этоない какое это крусе отношение меет она была в литовщине уже я понял не знаешь не знаешь самая первая коронация произошла с помощью папы римского григория 7 1073 года это можешь почитать в интернете загуглить такое понять как молитвенник гертруды там есть полное описание этой всей коронации первым королем руси стал князь иеропол изославович под именем петр первый почему именно этот момент мы берем по той самой причине что как раз тогда произошла первая коронация короля руси именно она обозначала не к киевский король какой-либо либо еще что-то потому что это именно король руси как он претендовал на звание короля позже этот понятие это перешло как раз на уже момент на угорского короля было третьего который в 1188 году захватил галичину на то время и объявил себя королем тоже самой галичины как и произошел захват так вот интересно когда вы не заявляете что вы якобы являетесь какими-то наследниками россии я снис просто так создал вопрос именно вот этот момент очень интересный 1188 в этот период примерно в тот же самом веке 12 возникает первое упоминание такого названия как москва но она упоминается не как город а просто пишется что как сын владимира мономаха киевского позвал новгород северского святослава ольговича приди ко мне брат в москву на москву причем пан на москву не подозревается что какой-то город так далее мы обозначаем это непосредственно как территорию потому что пафсина лугорского москва это является грязная река и скорее всего он именно туда его и звал хотя опять же с учетом тех ландшафта которые там находились у нас на микки возникает момент что тот момент когда у него идет какая-то война непонятно вряд ли он туда пошел бы душа дорога туда-обратно занял бы полгода в то время когда он борется за трон в тратить полгода на путешествие туда-обратно ну как бы нонсенс и чему цена является важливым моментом потому что москва москвы тодище проекты совсем не было и не иснувало и титул короля руси и чичи чогось сам руси появляется только если я не помнился у четырнадцатого столетчика а еще в тринадцатого титул короля руси продолжают мандрувать по территории сучасной украины и залишается тут ну якое отношение московия мое до руси если титулатуру руси московия отримала вид узбек хана 1303 году в котором иван данилович поколита уже 1322 году получает собий цей титул и 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